Доброе утро. Новый день. Новые серии. Значит, сейчас 8 утра. Вчера я в 6 утра уже шел гулять. Сегодня в 6 утра только проснулся. У меня уже полно людей на улице. Готовят, улыбаются, когда я видишь, что я сам тебя снимаю на камеру. Иду. В прошлую ночь у меня машина стояла возле Хостела, но на платной парковке. А сейчас я нашел бесплатную парковку, но она, короче, пипец далеко от Хостела. Минут 20 надо к пешком, если не больше. Ну, короче, я сейчас иду, а потом на тачке приеду в Хостел, шмотки все забросаю быстро и поеду дальше. У меня раньше было непонятно, почему артистские туристы научат иностранцев плохим словам. Я думал, как так? Это же престиж твоей страны. Научить чему-нибудь хорошему, какие-нибудь выражения полезные. Зачем обязательно научить ругательствам? Что такое? А сейчас я понял, почему. Иностранцы сами спрашивают, типа, о, научи меня какое-нибудь ругательство. Давай еще, как будет там? Как будет там так? А это что значит? И, ну, короче, тех, кто по-русски раньше не говорили, просили научить их всякими ругательствами. А потом этими ругательствами обзывались на тех, кто говорит по-русски. Спасибо, что прогулялись со мной немножко, сейчас дальше я пойду один. Вы можете приехать на такси. Или еще лучше, давайте вы телефон поставите возвращать при этих тачке. Ну все, я почти пришел. Уже вижу свою машину. Надеюсь, там какой-то фигни нет. Какая-то там штраф. Я ненавижу, мне все время такой геморрой машину запарковать. На ночь, тем более. Тут не столько всяких правил, которых ты не знаешь. В каждом начале свои правила. Несколько раз попадал на штрафы. И один раз меня эвакуировали. Но это ужасно. Иногда проще заплатить там сотку долларов. Нет, все окей, нет. Машнета. Страфов нет. Можно ехать за вещами. И все. Тогда Увидимся с другом конца острова. Я не знаю, как хорошо вам видно. Смотрите, облака прям поднимаются. И по ним маленькими ручейками льются водопады. В каждой расщелине свой маленький водопад. Так круто! А в Ганалулу солнечно. Ехал я в полинезийский центр. Деревню. Гавайскую. И выехал рано, и приехал рано. Ну как рано, сейчас 10.30. А они работают только с 11.45. И вот я по округе сейчас езжу и смотрю всякую фигню. Вот заехал в церковь Иисуса Христа последних святых последних дней. Вот. Вон там церковь. Больше похоже на какой-то мавзолей. Вот. Здесь вот такой фонтанчик. Ничего интересного нет. Вот есть только цветы, которые называются гибискусы. Я их знаю, потому что из них делают чай каркаде, который я очень люблю. И гибискус. И я вам хочу показать, что цветки они огромные. Вот моя рука. И вот гибискус. Блин, я здесь только пять минут побыл. Еще час-пятнадцать, наверное, в период. Ну ладно. Я, может, сниму, как я буду есть крыс-бургер. Все, я попал в Пальнезийский культурный центр. Это типа местного Диснейленда. Сейчас купил билеты. Сорок баксов. Без вечернего шоу. С вечерним шоу. Там где-то танцуют луа-луа. Там и всякие штуки. То стоит там что-то порядка восьмидесяти, что ли. Я не помню точно. Вот, сейчас начну свой маленький тур. Посмотрим, что там будет. И заодно поснимаем. Такие штуки всякие прикольные. По пятьдесят. Еще есть меч из костей. Это кофе-хита. Ребро. А на кофе-хите он меч делает. Шестьсот долларов. Конон, да. Меч. Также это ребро-хита. Но на него еще зубы. Акулы пришиты. Видите? Да, не умею на гитаре играть. А, это луа-луа. Лумпа-лумпа. Лумпа-лумпа. Меча. Поехали! Сейчас, пожалуйста. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok